Всем здравствуйте и самый искренний привет! Главное событие ближайшего времени. Как повернет вселенная? Я буду рассматривать для вас карты Ленорман, а также карты Оракула. Это оракул ангелы изобилия. Есть такие ангелы, и древние народы знают о них. Это ангелы изобилия. Они приносят нам достаток и благополучие. Итак, я сделаю два расклада. Я предлагаю вам выбрать, конечно, левый или правый, но можно смотреть весь, все видео. Вернее, даже не можно, а лучше было бы для вас посмотреть оба варианта, а потом решить, какая часть расклада резонирует с правого, а какая и с левого. Главное событие ближайшего будущего. Как повернет вселенная? Это левый вариант. И ангелы изобилия скажут, покажут дорожку к счастью. Это правый вариант. Главное событие ближайшего будущего. Как повернет вселенная? И у нас на дне колоды с вами карта всадник, то есть будут перемены. Перемены в любви, в личной жизни, в делах. Вы будете любить свою новую жизнь. Девятка червовая – это то, что вы будете любить свою новую жизнь. Итак, как же повернет вселенная? Я начинаю с левого расклада, потому что вселенная постоянно расширяется, и вы знаете, что то, что сверху, то и внизу, то, что внутри, то и снаружи. Раз вселенная все время расширяется, ваши возможности все время расширяются. И здесь звезда. Это звезда Давида или же звезда Иниянь в соответствии внешнего с внутренними. Шестиконечная звезда – это, конечно, очень мощный портал в изобилии. И здесь вселенная действительно повернется к вам этим порталом, куда вы можете прийти, и откуда вы можете черпать свое новое счастье. Левый вариант. У нас карта ангелов говорит, что сейчас вы получите либо же в работе какой-то прорыв, это или продвижение по службе, или же вас продвинут по карьерной лестнице, или вы здесь новое что-то начнете, какую-то новую работу. И карта уже поздравляет вас. Карта уже поздравляет с тем, что вы поднялись в своей профессии на новый уровень, на новый уровень зарплаты. И написано, держи фокус на позитивных достижениях, потому что сейчас будут позитивные достижения. И написано, что эти позитивные достижения придут, потому что есть у вас divine guidance. Divine guidance, это, конечно, проведение вам поможет. И написано, двигаетесь вы в правильном направлении сейчас. Очень хорошо. Посмотрим главные события, куда повернет вселенная. Итак, ну это, да, это работа, смотрите. Потому что якорь это сигнификатор работы в этих картах. Именно в работе повернет вселенная на новый уровень. Это хорошо. Хороший знак, хороший знак. Что еще? Ну, смотрите, это, во-первых, счастливые стабильные отношения. Потому что кольцо — это уверенность в завтрашнем дне, это уверенность в том, что кто-то выполнит обещание. Ведь кольцо — это же символ обещания, да, который дается при женитьбе. Кто-то выполнит обещание, сюрпризы от мужчины, подарки — это выполненные какие-то обещания вселенной. Вселенная даст вам продвижение в делах. И стабильность. Вселенная обещала стабильность. Наверное, вы загадали, задумали, очень хотели, чтобы жизнь была более стабильная, чтобы не было этой турбулентности, которая сейчас везде и повсюду. И вы добьетесь этой стабильности. Это очень хороший расклад, очень хороший. Еще что даст вселенная? Перемены в личной жизни. Для вас это же у нас дама червовая. Это вы. Вы любимая женщина своего мужчины, если это для вас важно. Или же подарки, вот судьбы, да, красивые наряды, новые украшения, что-то очень приятное, что-то очень родное, что-то такое, что вас обрадует. Это может быть или же обстановка новая в доме, ремонт, по-новому расставите мебель, что-то отремонтируете, и будет уютно. Ведь главное, чтобы было уютно. Это какой-то достаток, это стабильный дом или квартира. Здесь, может, вы переедете в более стабильное место, где есть уверенность в завтрашнем дне. Но что-то такое очень стабильное. Или в вашем регионе больше стабильности будет. Будут идти улучшения в экономике. Но здесь, смотрите, стабильная жизнь и очень удобное положение для себя вы найдете. Это очень хороший расклад. И Вселенная говорит, что это не случайно, потому что Вселенная вас любит и подведет вас, будет вести вот к этому улучшению вообще жизни во всех отношениях. Я очень довольна. Итак, видите, какой левый расклад замечательный? Просто замечательный. Итак, главные события ближайшего будущего, к чему вас подведет Вселенная. Какие подарки даст? Именно подарки. На слове «Подарки» я перевернула карту «Все делаю при вас». Это карта Деда Мороза, Святого Николая. То есть того именно, кто дарит подарки на весь будущий год. И написано, что вас ожидает изобилие. Смотрите, здесь драгоценности, фрукты. А фрукты – это сладость жизни. Все животные в лесу. Лес – это ваше подсознание, это таинство вашей жизни. И там в этом таинстве есть фигура ангела такого. Это как Юпитер в астрологии. Тот, кто дарит подарки. И написано, что сейчас вы приходите к своему месту в жизни, где вы даже не ожидали, как хорошо вы будете жить. Ну, все на карте написано. У вас будет health, здоровье. Вы найдете life purpose, то есть смысл жизни. И Вселенная вас обожает. Вот, пожалуйста. Все написано на карте, мои дорогие. Я очень рада. Очень-очень рада. Это просто замечательно. Что еще даст вам Вселенная? Какие-то новые связи. И бубновая связь – это денежные связи. Денежные связи какие-то будут у вас. Что-то новое связано с деньгами даст вам Вселенная. Это очень хорошо. Может, это какие-то клиенты, которые платежноспособные, которые оценят по заслугам ваш сервис, то есть ваши услуги или ту продукцию, которую вы производите. Это новые деньги даст вам Вселенная. И это вам по судьбе разбогатеть. Вот так вот, если я вижу бубен, бубен, десятка бубновых – это много денег, это много дарственные какие-то счастливые бумаги, решение каких-то вопросов или в суде, или в визе офис. В общем, вы у Вселенной сейчас в приоритете, потому что карта книга – это же судьба. Судьба денежная. Вам по судьбе быть богатой. Вот что вам по судьбе, мои дорогие. Вам по судьбе быть богатой. И вам по судьбе быть удачливой. Смотрите, какая прелесть. Это не только богатство, нет, это тоже удача. Потому что… Опять бубен. Потому что клевер – это же удача. Это когда просто повезло. Когда вам просто повезло. Шестерка бубен повезет скоро, повезет в делах, повезет в каких-то ценных бумагах, в решении каких-то ваших важных жизненных вопросов. Потом у нас здесь идет, сразу идет семерка бубен. Видите? Семерка бубен. А семерка шесть, семь и десять. Семерка бубен – это уже встречи для каких-то решений. Встречи денег, встречи новых покупок, новых продаж. Что-то очень успешное. Удачные покупки, удачные продажи. Успешные какие-то события будут происходить. Ну, десятка бубен, как я сказала, это ценные бумаги. Это когда все хорошо. Когда есть подушка вот такой безопасности на будущее. что вы в будущем, в деньгах никогда не будете нуждаться. И об этом больше вообще не переживайте. Направляйте свои ноги на то, чтобы быть оптимистом. Бубновая масть – это же как монеты, по-гречески это помощь. Будет помощь от людей, от Всевышнего, от родных, от себя самой, от судьбы. Будет помощь от судьбы. И вы будете довольны, потому что это масть радости. У вас будет много радости в жизни. Два расклада и оба расклада, я сейчас просуммирую, да. Они просто замечательные. И все при вас беру, мои дорогие. Вот, пожалуйста, смотрите. Левый расклад сказал, что будет какая-то перемена к счастью в доме. Аисты идут на кольцо. Это благополучный дом, это благополучные отношения. Это что-то очень хорошее. И стабильное, потому что якорь. А правый расклад сказал, что будут радости, клевер, будут разговоры какие-то приятные, будут новые общения по судьбе. Это может быть даже встреча человека по судьбе. Потому что птица и книга это и означает. Человека денежного, состоятельного, умного. Ведь человек денежный, это человек, который сумел применить свои способности. И старался сильно. Денежно в хорошем понимании этого слова. Вот такой будет человек у вас. Но расклады просто замечательные. Я очень рада и счастлива именно для вас, для того, кто, мои дорогие, смотрит этот расклад. Просто счастлива совершенно для вас. Уважаемые друзья, в рамках этого видео, это святочное гадание. Я хочу сделать для вас заговор на рябину. Именно на вот этих картах. Здесь есть госпожа и господин. И именно эти две карты я буду использовать госпожу и господина на то, чтобы сделать для вас заговор на рябину. Потому что рябина, она способствует богатству, благополучию. То, что сказали мне ангелы, сделай, то я и делаю. Я просто выполняю закон ангельский. Вот это вы, госпожа. И еще здесь есть карта господина. Это не предиагностика. Это просто я рассказываю, что я буду делать. Я сделаю заговор на рябину, чтобы у вас в жизни было благополучие, достаток, много денег и все самое-самое лучшее, мои дорогие. Так что оставайтесь, пожалуйста, на то, чтобы посмотреть этот заговор. И заговор будет такой. Рябинушка, матушка, помоги. Когда вы делаете заговор, главное сказать все своими словами. Рябинушка, матушка, помоги. Рябинушка, красавишна, помоги. Рябинушка, царица, помоги. Дай благополучие, достаток и любовь в наш дом. И скажите свое имя. И все, больше ничего не нужно. Все словами, своими словами. А я знаю точно, что у вас все будет просто замечательно. Позвольте мне от себя сказать, что я вас очень люблю, обожаю, желаю вам счастья. И приходите на мои старые новые видео, потому что важен момент, в который ваш пальчик выбрал посмотреть. Именно те слова вам нужно услышать, те напутствия. Заглянуть в будущее, используя для себя, провести quality time. Это значит качественное время с пользой для себя. На моих видео я в этом больше, чем уверена. Но также благодарю за общение со мной в моем скромном лице. Ваш проводник, ваш консультант, если позволите. Кстати, напомню, что если кто-то предлагает какие-то расклады от моего имени за деньги, это не я. Я никогда не делаю soliciting. Солицитинг это когда что-то кто-то предлагает за деньги. Даже если вы не спросили, но предлагает. Я никогда не делаю расклады за деньги. Так что это мошенники, которые прикрываются моим именем. Пожалуйста, не ведитесь. У меня есть ютуб-каналы. У меня их много, шесть активных. И я на ютуб-каналах помогаю моим слушателям совершенно безоплатно. Я вас люблю, обожаю, медвежьи обнимашки из глубинки Канады, Тихоокеанской побережья. Кто не знает, я Лена из Ванкувера. Люблю вас, обожаю и знаю точно, что у вас будет просто все замечательно. А я знаю еще, что мы точно с вами еще увидимся.